всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 12 января и сегодня в комментариях на своем канале youtube я встретила два нет по моему уже три вопроса о расположении теплиц как располагаются теплицы вот один вопрос вообще такой прям но явный на который ответ можно было дать сразу вот татьяна спросила с какой стороны у вас светит солнце или со стороны низкорослых или со стороны высокорослых но тут по моему всем ясно что мы обязательно соблюдаем принцип ступенчатости и солнце все-таки должно светить со стороны вот этих маленьких тогда у нас будут и маленькие освещаться и более высокие и этим света хватит если с той стороны будет солнце то малышам солнце не достанется но вообще вопросы не только о том какие помидоры на южной стороне но и о том как сама теплица расположена и как лучше ее располагать и вот я как раз вспомнила что я рисовала когда-то рисунок даже не в прошлом позапрошлом по моему году расположение теплицы и вы здесь видите что у меня она расположена даже не так как некоторые пишут что надо там с юга на север некоторые что запада на восток но вы понимаете что у нас иногда так нарезаны участки мы же не сами изначально вот эту архитектуру города закладывали они у нас нарезаны так что у нас вообще получается что юг там север там участки нарезаны вот так вот и они маленькие нельзя подстроить теплицу именно по сторонам света как нужно у меня она стоит вообще вот так видите у меня косо здесь север с этой стороны никогда нет света а вот с этого наибольший поток света то есть она встает вот здесь пошла и вот здесь задерживается надолго и как раз вот отвечая на вопрос татьяны низкорослые у меня вот с этой стороны по длине дальше средние потом высокорослые они идут вот так ступенькой и всем хватает но если углубиться если как я люблю уж вообще все досконально разжевать и углубиться то тут ведь возможно разные варианты и некоторые ставят именно чтобы вот эти длинные стороны хорошо прогревались некоторые наоборот ставят торцом на юг чтобы они не очень хорошо прогревались ведь все мы разные и у нас не может быть одинаково вот я даже сейчас говорю улыбнулась некоторые наверно скажут ну достала каждое видео у нас не может быть одинакового у нас не может быть одинаково и это действительно так Так, из-за того, что у нас страна огромная, мы проживаем в разных регионах, даже расположение теплиц у нас не может быть с вами одинаковым. Почему? Сейчас расскажу, почему. Я вот когда эту статью снимала, я, конечно, говорю, что и от конструкции теплицы, а от назначения зависит. Если вы получать ранний урожай, то, конечно, лучше, чтобы она вся вот эта вот длинная часть, вот по длине, все прогревалось, тогда хватит. Если вам вы не ранний урожай выращиваете, то, возможно, можно и торцом поставить. Потом все другие причины, по которым мы устанавливаем так или иначе, они почти у всех у нас совпадают, но есть одна причина, не причина, а фактор, вот именно расположение по сторонам света, которое будет у одних. Одно расположение лучше, предпочтительней, а у других другое. Если говорить вот об этой розе ветров, об установке по сторонам света, то мы ведь живем кто-то в южном регионе, а кто-то живет, ну, не в северном, а можно сказать так, в холодных регионах, вот как наш сибирский регион и другие. И мы-то, вот холодные огородники, мы стараемся, особенно если для раннего урожая высаживаем, мы стараемся поймать каждый лучик, чтобы не пропустить. На обогреве сидеть дороговато, да и не у всех есть возможность обогреваться. И когда солнце светит с этой стороны, конечно, я поставлю вот так вот в длину, чтобы как можно большая площадь освещалась именно вот с этой стороны. Если бы я поставила их торцом, вот так вот, солнце бы светило вот сюда, а все вот это, вот остальная вот площадь, вот эта была бы в тени. Но все меняется, если теплицу думает устанавливать житель, например, какого-то южного региона, потому что они, наоборот, этого солнца боятся. И кто устанавливает вот так, когда прогревается вся теплица солнцем, у них все сгорает. И вот им важнее укрыться от лишнего солнечного тепла, потому что в теплице и так будет жарко. И они стараются уберегать свои посадки от ожогов. Тогда некоторые и разворачивают торцом к солнцу, торец притеняют, а все остальные вот эти растения, которые за ними идут, вот за первыми, они уже немножко будут защищены предыдущими растениями. И вот поэтому этот видеоролик совсем короткий, чтобы я вам хочу именно донести, что выбирать там место для установки, нужно учитывать все факторы, от которых вы зависите, а самое главное, регион. Нужно ли вам много света? Если нужно, то устанавливайте, конечно, прямо вот под солнце, если есть возможность, прямо вот так вот, под южную сторону, чтобы все пробивало солнцем. А если солнце лето у вас такое, что солнце губительно, то нужно устанавливать совсем по-другому. И вот про это можно тоже говорить очень долго и много, и тут не может быть единой установки. Хотя какие-то правила есть, есть рекомендации, как располагать. Но тут, я считаю, нужно выполнять те рекомендации, которые общие для всех. Это вот, чтобы не было близости деревьев, я вот рассказываю уже по этому, чтобы не было близости заборов, чтобы не было сильно удалено от дома, потому что если будете тепло и обогревательные приборы, свет проводить, то коммуникации тяжело тащить сюда. Но все это не очень играет большую роль. Самое главное, выбрать удачно, как вам поставить, или так, или так. Ну и опять же, и тут есть исключение. Вот хотя мы ловим вот этот свет сибиряки, надо нам много. У меня одна теплица, я уже говорила про это, стоит за домом, там просто было пустое место, вот грех его было оставлять. Это вот та, которая сейчас обрушилась. Там половина дня тень, и все равно там все растет. Если мы приложим усилия, немножко попозже созревает, но хватает. И весной там не очень много солнышка. И летом там половина тень. Но как-то приспособились, все там растет, перцы и томаты. Так что установить, вот я теперь уже по своему опыту, ну как знаю, установить можно вообще хоть как. У меня вот эта придомовая, видите, эти так стоят, а эта придомовая вот так стоит, вообще по-другому. Мы тут подстраиваемся под свои участки, выходим как-то из положения, ну как-то закрываем глаза на то, что вот и неправильно она, и не в соответствии со сторонами света. Ну, жизнь диктует свои правила. Иногда мы нарушаем рекомендации специалистов. Все, до свидания. Это было про установку теплиц. Эта теплица у меня стоит вот так, юг здесь, а эта теплица стоит так. Но ей тоже, вот так косые лучше идут, ей тоже хватает света. Так, все.